Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу три способа решения проблемы, связанные с перезагрузкой компьютера при запуске Роблокса через Microsoft Store. Смотрите, первый способ, в принципе, довольно простой. Нам нужно полностью удалить Роблокс, который был установлен через Microsoft Store, и заново его установить. Можно это сделать двумя способами. Первый способ это через настройки самого компьютера, то есть вы заходите в настройки, дальше приложение, и в поиске пишите Роблокс. И нужно удалять первый по счету, вот этот Роблокс. Второй Роблокс это браузерная версия, то есть нужно удалять, где написано вот здесь вот Роблокс Корпорейшн. То есть это тот Роблокс, который скачан через Microsoft Store. Другой способ удаления это через приложение. Ссылку на него оставлю в описании. В чем разница, вы спросите меня. Смотрите, с помощью приложения вы удаляете полностью Роблокс, который был установлен. То есть, если вы удалите через настройки, он может удалиться не полностью, и там какие-то файлы у вас останутся. А через приложение удаляется он полностью, потому что он ищет те файлы, которые остались после удаления. То есть здесь также в поиске пишем Роблокс. И так, заходим сюда. Вот, и в этой папке он находится. То есть мы его выбираем, нажимаем удалить. Да. Все, вот он удаляется. Ждем пока он удалится. Все, готово, удалился. Так, по идее, сейчас он должен найти эти файлы, которые остались, но почему-то не нашел. Возможно, у меня их просто нету, потому что я буквально недавно его уши удалял. То есть они еще не успели, скорее всего, установиться или остаться, как и так. Дальше, следующий способ. Если первый способ не помог, то второй способ тоже, в принципе, довольно простой. Смотря какой у вас стоит антивирус, его нужно либо полностью удалить, либо полностью выключить. Как это сделать? Удалить тоже можете либо через настройки самого компьютера, либо через приложение, как вам удобно. То есть у меня стоит антивирус от 360. Сначала можете попробовать просто нажать выход с этого антивируса. И если вдруг этот выход вам не поможет, то нужно будет полностью удалить антивирус. И третий способ тоже, в принципе, довольно простой. Вы переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал. И здесь будет находиться вот такой файл. Мы его скачиваем. То есть не сказать... Ну да, сначала он, по идее, у вас должен скачаться, и потом у вас влезет вот такая табличка. Здесь нажимаем кнопочку «Установить». Что это такое и почему это вам может помочь? Смотрите, вообще вот эта проблема с перезагрузкой, она изначально появилась из-за того, что Roblox обновился. И в него добавили ByFront, или как это по-другому называется еще. Hyperon. Вроде как-то так. Вот, из-за этого у многих появилась проблема с перезагрузкой компьютера. А это прошлая версия без ByFront и без этого Hyperon. То есть вы просто берете, устанавливаете. Roblox у вас устанавливается, и сразу должен у вас открыться. Давайте, в принципе, посмотрим, как это произойдет. Вот, лично мне помог вот третий способ. Возможно, мне бы помог еще второй способ, но я не стал проверять, потому что мне третий способ помог. С помощью вот установки прошлой версии Roblox. И все, после того, как вы установили, опять заходите в аккаунт, и потом, в последующие разы, когда будете заходить в Roblox, то можете уже заходить через Microsoft Store. То есть, как-то так. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Продолжение следует...